Сказали, сегодня, когда мы говорим о телевидении, кино, о театре, сегодня появилось огромное количество других фильмов, где есть и приключения, может быть, есть и это, но здесь есть и смысл, есть и любовь, и многие вещи, которые люди сегодня смотрят. Ведь правда, сегодня общество это четко понимает, другое дело, что государству надо более серьезно оказывать поддержку вот именно на эти моменты. Я помню, когда развалился Советский Союз, и наши вооруженные силы были очень слабенькие, я тогда с удивлением узнал одну вещь. Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки только на продвижение имиджа своих вооруженных сил тратили больше, чем весь бюджет было тогда Министерства обороны Российской Федерации. Только на имидж тратили больше. А это значит, что они заказывали соответствующий фильм. И посмотрите, сколько вот из известных боевиков фильмы, которые являются носителем этой идеологии. И когда мы сегодня говорим о неких наших традициях, вот 2 августа я своими товарищами буду праздновать 85 лет воздушно-десантных войск. И когда мы обсуждали тематику в своих кулуарах, как мы будем это делать, с чего мы начнем все, с просмотра фильма в зоне особого внимания, который уже, не знаю, ему уже, наверное, 35 лет, этому фильму. Один фильм, который сформировал мировоззрение, будущую профессию многих-многих людей. И сегодня надо понимать, что художникам могут стать единицы. Для этого нужны способности. Учителям может пойти много, но настоящим учителям, которого будут уважать и любить дети, будет единица. Точно так же, как и среди военных. Не все могут быть. Кто-то может быть талантливым начальником, кто-то может быть хорошим человеком и так далее. Но в этом есть, в любом деле, есть специфика. Вот этот фильм, как же он называется, про учителя, который в вечерней школе преподавал, «Большая перемена». Ведь я помню это событие, когда появился этот фильм. Сколько молодых людей стало учителями. Сколько стали брать пример и так далее. Или не наш, к сожалению, пример, а доктор Хаус, который стал олицетворением и лицом своей профессии. Государство должно понимать и участвовать в этом процессе. Сегодня, кстати, надо дать должное. Система грантов, поддержки, которая есть, она сегодня работает. Но она недостаточно, чтобы была серьезная поддержка именно таких вещей. На ней серьезные люди тоже заработают. И это важно. Но стартовые вещи должны быть. Государство обязано это делать.